Притеча 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 ну вот где твой, где пришествие твоего Бога, что столько времени уже прошло, столько всяких событий произошло, а его нет и нет, не идет и не идет. Что Петр ответил? Он говорит, вы не должны почитать медленнее, вот это вот Божье, медленнее, потому что у Бога тысяча лет, как один день, и один день, как тысяча лет. Петр абсолютно был уверен, что Иисус придет, но я так думаю, это моя версия, но мне так кажется, что Иисус придет в его время. Апостол Павел верил точно так же, он считал, что он живет в последние дни последнего времени. Он даже 1 Коринфян написал 7 главу, кто помнит, о чем там написано, что лучше вам оставаться, как я, да, помните? Лучше вам оставаться вот таким, как я, лучше вам оставаться безбрачным, и многие люди, они, ну некоторые люди, не многие, некоторые, они читают это местописание и воспринимают, да, лучше, наверное, вот, как посмотришь на некоторые семьи, думаешь, лучше одному оставаться. Вот, он говорит, мне вас жаль, вот, потому что время близко, он находился на таком эсхатологическом острие, что ли, он ожидал пришествия Господа. Вот, но 9 лет прошло, Павел написал послание к Эфесиным, и там он написал, как муж должен любить свою жену. То есть, ну, взгляды Павла немножечко менялись, хотя, если вы почитаете послание к Веселоникицам, вот, где он говорит о восхищении церкви, помните, он там говорит такую фразу, а потом мы, сначала он говорит, мертвые во Христе воскреснут прежде, а потом мы, оставшиеся в живом. Посмотрите, он отождествляет себя с теми людьми, которые должны были быть восхищены. Это понятно, да? То есть, он ожидал пришествия Господа, но тем более мы с вами должны ожидать его пришествия, так ведь? Так или нет? Вы верите, что Иисус вернется? Он может завтра вернуться, а может посреди этой проповеди вернуться. Он Бог. И если, знаете, посмотреть на все признаки его пришествия, то, скорее всего, все эти признаки, они уже как бы налицо. Как бы уже налицо. Время близко, с этим никто не спорит. Другое дело, что, знаете, мы должны жить так, как говорил Клайв Льюис, как будто Иисус придет завтра, да? А планировать таким образом, как будто Он придет через сто лет. Это правильная позиция. Аминь. Но мы ожидаем пришествия нашего Господа. Так вот, перед пришествием нашего Господа, перед тем, как Он придет, пророк Малахия говорит, что наступят некоторые события, о которых я хотел бы сегодня поговорить. Малахия 4, 5, 6. Малахия 4, 5, 6. «Вот я пошлю к вам Илью пророка пред наступлением Дня Господня, великого и страшного. И он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы я, придя, не поразил земли проклятием». Вот смотрите, мы же воспринимаем время перед пришествием Иисуса Христа как некое такое пробуждение должно быть всеобщее. То есть, такая великая слава. Будет великая тьма, и будет великая слава в церкви явлена. Так ведь? Ну, вы так это воспринимаете? Ну, я как-то так себе это рисую. То есть, тьма будет усиливаться, а благодать будет умножаться среди Божьего народа. И церковь будет делать то, что она, ну, должна, по идее, делать. Она будет такой, какой она должна быть. В глазах Божьей. Но вы знаете, что? Вот я когда читаю вот это местописание, я вижу, что Малахия здесь указывает на такую величайшую проблему социальную современности. И эта проблема называется проблема безотцовщины. Так ведь? Он говорит, я обращу сердца отцов к детям и сердца детей к отцам. Вы согласитесь? Это же очень важно. Иметь контакт между поколениями. Иметь эту преемственность от поколения к поколению, от сердца к сердцу. Так ведь? И Малахия говорит, что вот в последние дни это будет такая серьезная проблема. И на самом деле это большая проблема. Проблема безотцовщины – это большая проблема. И эта проблема, она не только в миру существует. Она существует и в церкви также. Она существует и посреди народа Божьего. Знаете, среди нас, ну, не хочу никого обидеть, может быть, кто-то персонифицирует это на себя, но есть в нас еще где-то вот этот сиротский дух. Вы знаете, если бы мы до конца были укоренены в любви Небесного Отца, мы бы избежали очень-очень многих проблем. Согласитесь со мной? Вот. И то, что Бог, я думаю, хочет сделать с нами, Он хочет избавить нас от этого сиротского духа. И Он хочет нас наполнить откровением любви Небесного Отца. Насколько Отец нас сильно любит. А Он нас любит. Правда? И чтобы наши отношения не строились, исходя именно из вот этих отношений любви. Отец любит меня, а я люблю его. Он любит меня, и я воздаю ему тем же, а не на каких-то принципах. Не на каких-то, ну, вот что такое хорошо, и что такое плохо. И Малахия говорит, что в последние дни Господь эту проблему разрешит. Разрешит, она будет решена. Ну, по крайней мере, в церкви она точно будет разрешена. Среди нас не будет сирот. Ну, я имею в виду, конечно, в таком духовном смысле, вы меня понимаете, да? То есть Бог поднимет отцовство на очень высокий уровень. И это произойдет перед наступлением этого великого дня, о котором Малахия говорит здесь, в четвертой главе. Сейчас, секундочку. техника. И, вы знаете, в этой связи мне бы хотелось поговорить сегодня о двух движениях поклонения, которые существуют на земле. О двух движениях поклонения. Есть, ну, так условно скажем, два дома молитвы. Это дом молитвы, который Бог основывает, да? И дом молитвы, в котором приносится поклонение Богу века сего. Ну, то есть Антихристу, да? То есть есть дом молитвы, в котором совершается поклонение в духе и в истине, как написал Иоанн в четвертой главе, в двадцать третьем, в двадцать четвертом стихе. Бог есть дух, и поклоняющиеся ему должны поклоняться в духе и в истине, да? Ибо таковых поклонников Отец ищет себе. И мы можем увидеть, что по всему лицу земли Бог поднимает поклонников. Бог ищет поклонников. Бог ищет людей, чьи сердца вполне преданы Ему, несмотря на внешнее давление. А внешнее давление, оно очень велико, согласитесь со мной. И большинство людей на планете Земля, они совершают поклонение вот в этом втором доме молитвы. Они поклоняются мамоне, они поклоняются, ну, чему угодно, да? Разным-разным-разным вещам. И вот это столкновение и напряжение между вот этими двумя домами молитвы, оно в последние дни будет сильнее и сильнее нарастать. И знаете, оно будет нарастать даже внутри Дома Божьего, внутри Церкви Божьей. И знаете, когда я говорю вот об этом месте Писания, Малахии 4, 5 и 6, там написано, что Он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам. Речь идет о молодых людях, о молодежи, так ведь? И вот молодежь, молодежь, она находится под вот этим постоянным давлением, под постоянным прессингом вот этого нечестивого дома молитвы. Согласитесь со мной? Вот враг создает такую некую серую зону, в которую он молодежь помещает. То есть и вот в этой серой зоне молодежь не понимает, а для чего же им жить? Для чего они вообще существуют? Зачем? Один человек как-то сказал, если тебе не за что умереть, тогда нет смысла вообще никакого жить. То есть должна быть какая-то цель, правильно? Молодые люди, у вас должна быть какая-то цель, для чего жить, для чего существовать. Должна быть вещь, ради которой я был бы готов умереть. Вот в сердце каждого мужчины, ну вот в моем сердце, по крайней мере так, есть желание совершить некий какой-то подвиг. Так ведь? Но что-то такое хочется сделать, хорошее, доброе, чтобы о тебе помнили, чтобы сделать какой-то хороший, замечательный поступок. Так ведь, братья? Хочется этого сделать. То есть и я думаю, что молодежь, вот это желание этого героизма, оно заложено в этих молодых людях. Они хотят чего-то сделать, но зачастую они реализуют это не в доме молитвы, а в другом доме молитвы. Они поклоняются самым разным вещам. То есть, ну, вы знаете, насколько сильно интертеймент развит, да? Насколько сильно влияние интернета и всего прочего. Они находятся в этой серой зоне, и они не знают, что им делать. И самое главное, важно им подсказать, что им делать, где им быть, куда им идти. и вы знаете, вот я бы хотел из истории народа Израиля показать вам один пример, как один человек, молодой человек, он устоял вот в то время, когда этот прессинг на него оказывался. Вот то, пресс, он будет усиливаться сильнее и сильнее. Мир, он будет сильнее и сильнее пытаться влиять на молодых людей, на наших детей. Так ведь? Вы помните историю из Ветхого Завета, когда из книги Исход, когда израильтяне вышли из пустыни, пытались выйти из пустыни, они пришли к фараону, он сказал, хорошо, идите, но детей ваших оставьте. Детей ваших оставьте. Его тактика, тактика врага, она совершенно не изменилась. Он хочет, чтобы мы оставили наших детей. Мы занимались своими делами, мы занимались своей работой, мы занимались полезными вещами, но чтобы мы оставили своих детей в покое. Пусть они не поклоняются Богу. Вы знаете, я был совсем недавно в одной семье, замечательная семья, очень хорошие люди, ну просто замечательные люди, гостеприимные, чудесные. У них маленький сынишка растет, и я так заметил, ну они оба как бы христиане, мальчик уже такой, ну взросленький, я спрашиваю, а где Библия у этого малыша? Где, где Слово Божье? Я хотел задать этим людям еще вопросы, а где, где вечерняя молитва? Почему вы не собираетесь вместе помолиться? Почему вы вместе не обсуждаете, как прошел ваш день? Ну как же, мы же стараемся для них сделать все самое лучшее для наших детей. Мы почему на работе там пропадаем, да, какие-то вещи делаем? Для чего? Чтобы им хорошо было, так ведь? Чтобы они могли в школу пойти, чтобы они могли одежду одеться, чтобы они могли там, ну, реализовать себя как-то. Это нормальное родительское желание, так ведь, родители? Вы реагируйте, пожалуйста. Реагируйте. Это нормальное человеческое желание. Но вы знаете, Бог на нас возлагает определенную ответственность. Он говорит, мы должны учить их Слову Божьему. Мы должны учить их Слову Божьему. Иначе эта связь поколения, она прервется. Иначе не будет предшественников. Не будет тех, кто приготовит путь для Господа, для Его второго пришествия. И враг это отчетливо понимает. И он делает все для того, чтобы увлечь молодежь в разные, в разные, в разные, ну, самые неприглядные вещи. Я был еще в одной семье. Там уже взрослые дети. И я смотрел на них. И родители очень хорошие. Замечательные, хорошие родители. Я зашел к ним в комнату, и я ужаснулся просто. Я посмотрел, как они живут. Это, ну, типичные ДВРовцы, дети верующих родителей. Я не стал ничего, конечно, им говорить об этом. Но я думаю, есть ли в этой комнате алтарь молитвы? Там много разных плакатов было, всего прочее. Я не в осуждение говорю, понимаете? Я никого не хочу осуждать. Но тенденция такова, что мы зачастую своих детей бросаем на откуп в воскресной школе. Пусть в воскресной школе их научат. Пусть молодежный лидер их научит. То есть, слава Богу, у нас хорошие молодежные лидеры. Михаил Крюков, у нас Евгений Зимин есть, да, Ксения Крюкова, там, Богдан Нарваткин. Еще у нас, скажите мне. А? Антон Краев, да. Антон Краев. Замечательные люди. Замечательные ребята. Понимаете? Но вот я когда разговариваю с нашими молодежными лидерами, я им говорю, давайте сделаем молодежный молитвенный сет. Давайте они будут молиться вместе. Они делают такие грустные лица и говорят, Олег, мы им о спасении еще только проповедуем. Думаю, как так? О спасении? Это же дети верующих родителей. Родители, вы должны были научить их вопросу спасения. Вы должны были их научить молиться. Вы должны были это сделать. Ваш дом должен был быть пропитан этой атмосферой. Ну, так или нет? Вы должны передать этому следующему поколению то, что горело в вашем сердце. Мы видим, какую трагедию заканчивалась для целого народа, когда этого не происходило. Например, пророк Ильи, да, не Илья, прошу не путать, а пророк Ильи. У него были два нечестивых сына, Офни и Финес, да? У такого божьего человека ну, было два нечестивых сына, которые отвращали народ от жертвоприношения. И знаете, кого он воспитывал? Он воспитывал пророка Самуила. Он воспитал пророка Самуила. Но Самуил видел, как поступал Ильи в отношении своих детей. И два его сына, они точно так же отвращали Израиль от Бога. Он их не научил этому. Он их этому не научил. Он не приучил их к правильным вещам. Я, знаете, почему об этом еще говорю? У меня у самого растут дети. Вот старшему 20, вот он сегодня играл, вон он там сидит, молился сегодня. Вот. Среднему 17 будет, а дочке 14. И я вижу, как вот это влияние мира, оно, ну, пытается их, на них давить. Ты приходишь домой, они с этими, с как их, с гаджетами, да, просматривают, что там происходит. Но мы с женой все-таки стараемся собирать их для молитвы. Илья, мы молимся вместе дома? Мы читаем Слово Божие. Это не то, что я его под присягой заставляю кивать, так головой. Но мы понимаем, что это насущно, и это важно. И они это видят, что мы это делаем. Я не хочу, знаете, перед вами как-то хвалиться, ну, говорить, что вот, смотрите мы какие. У нас есть над чем работать. И мы не идеальные родители, к сожалению. Но мы хотим поддерживать этот огонь молитвы. Вот всеми силами, возможными, невозможными, устал я или не устал, я должен провести время вместе с ними, поговорить с ними. Иногда я пасую. но бывают такие сокровенные моменты, когда мы вместе молимся, когда мы вместе переживаем Бога. И вы знаете, я очень дорого, я очень ценю такие моменты, когда мои дети подходят и говорят мне, папа, я так переживал Бога, я так переживал Духа Святого. Я, знаете, я просто плачу от этого. Я думаю, слава тебе, Господи, это то, о чем я молюсь. Я молюсь о том, чтобы ты касался моих детей. Я могу им кучу доктрин там преподать, кучу всего, но если Бог их не коснется, ничего не будет. Ничего. Откровение для них не оживет. Но во всяком случае мы должны их научить, что такое хорошо и что такое плохо. Мы должны им преподать этот Божий закон. Дальше они сами будут выбирать. И молиться, чтобы Дух Святой животворил это слово в их сердцах. Так ведь? Я, вы знаете, вижу, ну, много молодежи, даже у нас в церкви, ну, как бы вам так, как помягче вам сказать. Но вся их жизнь, она происходит вот вовне. А внутри, внутри как будто какая-то пустота. И они пытаются эту пустоту заполнить вот этими внешними вещами. Для молодежи это важно, когда что-то происходит там, какие-то там движения, они так оживают на молодежных конференциях. Вы знаете, я не против этого тусовочного общения. Но как мне кажется, мы все-таки, вот и есть такая молодежь, я просто знаю, я убежден в этом. Я общаюсь с такими молодыми людьми, вот, и вы их тоже прекрасно знаете. У них есть внутренняя жизнь. есть жизнь Господа в них. Они переживают Божье присутствие. Они переживают Божью милость. Знаете, мы были на конференции в Армении год назад, и мы брали с собой нашу младшую дочь. Младшую дочь, у нас одна дочь. Мы брали нашу дочь, и там было очень много служений, то есть день был очень насыщен. С утра до вечера служение, то есть по несколько служений в день. И я думал, что она будет бунтовать. Но каково же было мое удивление, когда она сидела на всех собраниях и слушала все проповеди, а на одном из служений я увидел мою дочь плачущую и взывающую к Богу. Знаете, о чем она молилась? Она молилась за Россию. Она говорила, Господи, я так хочу, чтобы ты коснулся России. Ребенок, ей было 13 лет, по-моему, на тот момент. Я думаю, слава Богу, дочка, слава Богу, что ты за это молишься. Я не скажу, что она всегда молится за Россию, и старший брат не даст соврать, она смотрит нас, по-моему, сейчас онлайн. Всякое бывает, но знаете, бывают такие моменты сокровенные между детьми и Богом. У них, конечно, куча сомнений, куча всего, но они видят, что родители, они поддерживают этот огонь молитвы на алтаре постоянно, постоянно, и что для родителей это важно. Был такой пример, как-то дети, ну знаете, они не всегда, не всегда легко собираются для молитвы, так скажу. Сложно собрать их по комнатам в кучу. Может быть, вы понимаете, о чем я говорю. И мама как-то очень сильно расстроилась, моя жена. И она расстроилась настолько сильно, что дети собрались вокруг нее и стали ее утешать. Мама, мы будем молиться, мы будем читать слово, мы будем делать все, как ты хочешь, как ты скажешь. Вот. Они увидели, что для нее это ценно и важно. И мы хотим, чтобы наши дети не разделили эти ценности вместе с нами. Вы знаете, как было здорово, когда мой сын, вот старший, вот Илья, ничего, что я про тебя рассказываю, нормально? Он был маленьким, ему было года три, наверное, а может меньше. Мы снимали вот тут квартиру на улице Братская, и там у нас внизу жили цыгане. Ну, табор целый. На первом этаже жил целый табор цыган. И я помню, как Илья взял из пластилина, слепил микрофон, он пулей вылетел, он все делал спонтанно и быстро, его было не остановить. Он вылетел на этот балкон, взял вот этот пластилиновый микрофон и стал кричать «Бог любит цыган!» Они там, знаете, во дворе раскладывали свои диваны, ну, отдыхали как бы, у них сиеста такая была. То есть прямо во дворе на игровой площадке там диваны у них стояли, там они лежали, там отдыхали, и тут такой молодой маленький проповедник кричит «Бог любит цыган!» Я такой думаю «Ой-ой-ой-ой!» Я его быстро оттуда убрал, а думаю «Зачем убрал?» «Зачем убрал?» Я помню, когда мы привели его в один христианский садик, протестантский, но там не признают молитвы на иных языках, но сын видел, что мы молимся на иных языках, и когда сказали, его попросили Илюша «Благослови молитву!» Он давал «Щеклабру мусотуру махадаберикес» Ну, не так, конечно, но он начал молиться на иных языках, как родители молятся. Он перепугал всех преподавателей, конечно. Я не говорю, что это хорошо, но он видел это в нашей семье. Он видел это, мы это делаем, значит, это нормально, значит, это приемлемо. Мы, знаете, мы как-то хотим вот своих детей так уж сильно вот обезопасить вот от всего, от влияния этого мира, что, ну, чтобы, ну, ничего к ним не пристало. Вы поймите, наши дети, которые учатся в школе, которые ходят, это евангелисты. Это евангелисты. Пусть не всегда у них все получается, но это Божьи люди. Это такие же Божьи люди, как и мы. Аминь. Ну, это такое лирическое отступление было. Сейчас давайте по теме. Вы знаете, вот это охладевание в израильском народе, вот то, о чем я говорил выше, оно происходило постепенно. И когда Божьи пророки заметили подобное охладевание, подобное влияние мира на их жизнь, Бог посылал к ним своих пророков. И первое пророчество, которое, они, одно из первых пророчеств о пленении, о вавилонском пленении, вы знаете, что в VI веке до нашей эры иудеи были пленены и отведены в Вавилон. Знаете об этом, да? И за 200 лет, за 200 лет до этого события Бог избрал пророка Иоиля и он им сказал, друзья, если вы не обратитесь к Богу, если вы не воззовете к Нему, если вы не будете поститься, и если вы будете разрывать свои одежды не ваше сердца, тогда придут большие проблемы. Вы знаете, мы иногда не верим в пророчество, потому что, ну, как бы, ну что, они пророчествовали, где же, где же, где же это? Где же? Все хорошо, все нормально, ничего не произошло. Мы забываем об одном, Бог долготерпелив и многомилостив. Он всегда дает нам какое-то временное плечо для того, чтобы, ну, мы наконец-то подумали. Он дает это временное плечо не только для одного поколения, для нескольких поколений. Говорит, задумайтесь, подумайте над тем, над этим. Они не послушали Иоиля. И знаете, что интересно? Иоиль им сказал, взывайте к Богу, молитесь к Нему, и может быть, тогда Господь помилует вас. Вот это слово, может быть, может быть. То есть мы хотим молиться с полной уверенностью, что Он помилует. А там сказано, может быть, Он помилует, а может и не помилует, Он Бог. Вы знаете, мы не готовы отрицательный ответ от Него принять. Но это то, что мы должны делать, смирять свои души перед Ним, взывать к Нему, обращаться к Нему. Может быть, Он помилует нас, а может и нет. Он помилует, помилует, не бойтесь, Бог благ. Аминь, скажите на это. Но вы знаете, они не послушались пророка Иоиля, тогда Он послал к ним пророка Сафонию. Сафония начал им то же самое пророчествовать. Затем они не послушались Сафонию. Он послал к ним, нет, сначала после Аиля Он посылает к ним Исаю, потом Сафонию, потом Аввакума. И когда вот это временное плечо, оно совсем сузилось, стало маленьким, Он посылает к ним Иеремию, пророка Иеремию. И Он говорит им те же самые вещи. Вы будете уведены в плен, если не покаетесь. И в конце концов произошло таким образом, что Бог обращается к Иеремии и говорит все, мое терпение лопнуло. Больше не обращайся ко мне за этот народ. Больше не взывай ко мне. Я больше не буду их слушать. Все. Конец. Представляете вот такой вердикт услышать от Бога? Мне кажется, это страшновато, так ведь? Страшно или нет вам? Мне было бы страшно, если бы Бог так сказал обо мне. Больше, все, не буду его слушать. Не хочет меня слушаться, я не буду слушать его. В книге пророка Захарии даже есть такое место, если я не ошибаюсь, я не помню точно какое-то, но там говорится дословно вот следующее. Как я взывал к вам, и вы не слушали меня, так вы будете взывать ко мне, а я не буду слушать вас. И вот посмотрите, когда вот это охладевание в Божьем народе достигло своего пика, они не слушали Слова Божьего, они не слушали Иеремию. Более того, они поместили его вот в эту туалетную комнату на три дня, отпустили его туда. Он находился в этих фекалиях там, и они отвергли Божье Слово, то есть они отвергли самого Бога. Ну и что произошло? И Ихония был ослеплен вместе со своими сыновьями, уведен в Вавилон. Бедная часть народа осталась в Иерусалиме, а все знатные были переселены в Вавилон. И вы знаете, что? В группе вот этих переселенцев был юноша, молодой юноша, как его звали? Даниил. Был молодой юноша по имени Даниил. Библия говорит, что это был юноша, да? И что интересно, Даниил, он слышал о пророчествах Иоиля. В Иоиле 1.3 говорится о том, чтобы верующие передавали вот эту весть из уст в уста по следующему поколению. То есть, вы видите, перед ним были определенные предшественники, которые донесли до него благую весть. Понимаете? И Даниил слышал эти вещи. Он знал о пророчествах Иоиля. Он знал о пророчестве Исаия. Он знал о пророчестве Сафонии. Он знал об этом. И в нем был целостный характер. Он был воспитан, но он был правильно воспитан. Он был правильно воспитан. это был целостный молодой человек. До какой степени он был целостный? Я объясню вам. Вавилон, империя того, главенствующая империя того времени, это была ну, языческая империя, не просто языческая империя, но там это была развращенная империя. там поклонялись различным божествам, там существовали различные сексуальные грехи, колдовство, колдовство, но просто, ну, все занимались этим. Все занимались этим. Что такое колдовство? Это манипулирование над волей человека для достижения собственных целей. Вот там все этим занимались. И знаете, что, Даниилу дали другое имя. Даниил вообще переводится как Бог судья мой, да? Бог мой судья. Они заменили его имя и назвали его как? Валтасар. Что означает? Ваал хранит царя. Ваал хранит царя. То есть посмотрите, когда меняют твое имя, хотят поменять твою как бы внутреннюю, ну, такое модное слово, внутреннее твое ДНК, твое идентификацию. Ну, есть же разница, да, Бог мой судья или Ваал хранит царя. Есть разница в этом? Есть ведь? Но вы знаете, с тремя его друзьями делали, кстати, то же самое. Более того, когда его привезли в Авилон, его отдали начальнику Евнухов. Как говорят историки, скорее всего, Даниила оскопили. Посмотрите, он был лишен своей родины, он не мог поклоняться в доме, он был лишен своего мужского достоинства, его имя было изменено. То есть, враг хочет, вот, знаете, из наших детей, из наших юношей сделать то же самое, он хочет их духовно оскопить, он хочет поменять их имена, он хочет, чтобы они поклонялись и служили ему для его целей. Для чего Даниил был избран? Навуходоносор издал специальный указ и он сказал, что соберите мне всех юношей, способных для определенных целей, да, способных к наукам и так далее. И Даниил был одним из них, он был из знатной семьи. Но чем хороша была его семья? Его семья передавала из поколения в поколение священное писание. Она говорила обо всех этих древних пророчествах. Он вырос в семье предшественников и он сам стал предшественником. Предшественником того, что Бог будет делать. Друзья, Бог будет что-то делать нашей земле. Аминь. Он будет что-то делать на этой земле, но я просто уверен, что-то должно измениться. как пил Игорь Тальков. Но я сюда еще вернусь. Пусть даже через сто веков в страну не дураков, но гениев. Бог хочет менять здесь что-то, но ему нужны эти предшественники, эти Даниилы. И посмотрите, вот этот юноша, он был вот в такой серьезной проблеме и ему сказали, ты будешь служителем Ваала. Но несмотря на это, Даниил был выкован прежним поколением. которые шли до него, это помогало ему сохранять целостность характера. Очень сложно постичь, каково было 15-летнему подростку в тех условиях, но все было очень серьезно, я вам скажу. Все было очень серьезно на тот момент. И, несмотря на все происшедшее, Бог давал возможность Даниилу быть ходатаем. Даниил пережил трех царей и две империи. И он служил всем этим трем царям, всем трем, которые были во время его пророчествования там, в Вавилоне. Но что самое главное, он приоткрыл музавесу того, что он, что Господь открыл однажды Иоанну, Иоанну Богослову. То, что мы читаем в книге Откровений. Ведь, по сути дела, все наши знания о будущем, времени, мы берем откуда? Из книги Даниила Откровения. И Бог дал возможность Даниилу быть ходатаем, быть молитвенником. Что делал Даниил? Он трижды в день в сторону Иерусалима открывал окошко и начинал молиться. Он был настолько целостной личностью, что враги не знали, к чему зацепиться. Но понимаете, если ты как-то дискредитируешь свою веру, то к тебе есть что зацепиться. А, смотрите, он проповедует одно, поступает по-другому. Так бывает. Так ведь? Мы говорим одно, а делаем по-другому. Мы поем «Вся моя жизнь тебе принадлежит?» Но как посмотришь, как живем, думаешь, вся ли моя жизнь принадлежит ему? На самом ли деле это так? Но я хочу вас ободрить. То, что мы говорим и то, как мы живем, однажды придет в соответствие. Потому что Дух Божий в нас трудится. Аминь. Он трудится в нас. И они не могли прикопаться к нему. Единственное, за что они могли зацепиться, это то, что касалось его взаимоотношений с Богом. Нужно было прервать эту связь, и тогда они могли бы атаковать Даниила. И вы знаете, враг атакует нас в нашей тайной комнате. Он хочет оторвать нас от корней. Он хочет, чтобы мы с вами не обращались к Богу. Чтобы мы не искали его лица. Чтобы мы вечно суетились. Чтобы мы вечно куда-то бежали. Недаром псалмопевец молится, суетую ложь удали от меня. Удали от меня эти вещи. Наша основная цель, я знаю, пастор в воскресенье об этом проповедовал, быть у ног Иисуса. Одно. Одно только нужно. Больше ничего не надо. Нужно только одно. Быть у Его ног. Каждый день пропитываться Его присутствием, Его славой. Когда ты поднимаешься рано утром, и ты понимаешь, я без Него ничего не могу. Я не могу провести этот день. Я не могу быть нормальным в общении с людьми без Него. Во мне нет никакой доброты. Во мне нет вообще ничего хорошего. Ничего доброго. Если только я не соединен с Ним. Когда я с Ним соединен, все видят, Он соединен с Ним. Когда этой связи нет, все понимают. Что-то не то. Что-то не так. И знаете, наша задача как церковь. Вот мы здесь в основном люди взрослые, так ведь? Люди среднего возраста, старшего возраста. И наша задача быть отцами и матерями для вот этих молодых людей, которые вот здесь вот сидят. Вот там несколько сидит их. Вот здесь на первом ряду, вон там. Быть для них отцами и матерями. Чтобы они чувствовали нашу любовь и заботу. и наша цель в нашей семье передавать им это духовное наследие, которое есть внутри нас. И тогда, как Павел говорил, обращаясь к Тимофею, я знаю, что в тебе есть вера, которая была в бабке твоей, Лаиде, и в маме твоей, Евнике. То есть вот эта преемственность, она сохранится. Так важно нам передать эту веру другим, нашим последующим поколениям. И в церкви это передать. Поймите, я говорю о молодежи, потому что я очень переживаю за молодежь. Я очень хочу, чтобы у нас поднялась эта молодежь. Чтобы они знали Иисуса Христа. Чтобы они не просто знали принципы, знаете, вот это хорошо, а вот это нехорошо. Богдан сказал, вот это плохо, а вот это вот нормально. Чтобы они знали Иисуса. Чтобы они были духовными людьми. Духовными людьми. Но от нас с вами это тоже зависит. От нашего отношения к ним. От нашего доброго отношения. Давайте мы станем отцами и матерями для вот этого молодого поколения. Не проходите мимо них. Если вы видите молодого человека и у него глаза опущены, подойдите к нему, поговорите с ним. Ободрите его. По плечу его похлопайте. Поговорите. Спросите, чего ты? Чего Иванушка не весил? Чего буйную голову повесил? Пообщайтесь. Знаете, я попытаюсь тормошить каждого, они не дадут соврать. Вот мимо них я прохожу я прохожу и с каждым я стараюсь что-то сделать. Как бы выдернуть его откуда-то из проблем еще из каких-то обстоятельств. Проявить к ним отцовское сердце. Это наша с вами задача, братья и сестры. Приготовить это поколение, передать им духовное наследие. Аминь. И тогда, когда у нас не будет этого сиротства, придет день Господень великий и страшный. Слава Господу, наш Господь вернется тогда. Аминь. Но так, по крайней мере, в Малахии написано 4,6. 4,5,6. Надеюсь, я вас не утомил. Давайте помолимся. Вы сидите, пожалуйста. Отец наш Небесный, Ты сказал в Твоем Слове, что перед наступлением этого великого дня Господь, великого и страшного, Ты пошлешь пророка Илью, который обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам. И будет восстановлена эта связь поколений, будет восстановлена эта преемственность Господь. Отче, и мы хотим быть такими отцами и матерями, Господь, которые служат своим детям в наших семьях, которые не просто стремятся к тому, чтобы они были нравственными, хорошими, добрыми, чтобы они реализовали свои таланты, свои способности, все это естественные вещи, которые Ты в нас, как в родители, заложил. Господь, но чтобы мы стремились к тому, чтобы они знали Тебя, Господь, чтобы они искали Тебя, чтобы они приближались к Тебе, Господь, драгоценный Бог, чтобы они не были дезориентированы, Господь, в этом мире, очень, чтобы они не находились в этой серой зоне, Господь. благослови, благослови, отец, благослови, дорогой Бог. Отец, я молюсь сейчас за те семьи, Господь, где есть проблема между отцами и детьми, между матерями и детьми. Я прошу Тебя, Дух Святой, Господи, пусть придет, покажите пути восстановления отношений, отношений, Господь. Там, где есть непонимание сегодня, Господь, где есть раздор сегодня. Покажи пути восстановления и исцеления, Отче. Пути восстановления и исцеления, Господь. Во имя Иисуса Христа благослови. Давайте глаза закроем. Если вот это актуально для вас, то, о чем я сейчас помолился, поднимите руку, пожалуйста. Вы нуждаетесь в том, чтобы Дух Святой, коснись этих драгоценных людей, Господь. Коснись, Отец. Господь, это доставляет им страдания, Господь, это доставляет боль. Драгоценный Дух Святой, пусть Дух усыновления придет в жизни к детей, Господь. Пусть всякое сиротство будет удалено, Господь. Пусть всякое сиротство будет удалено из жизни этих людей, Господь. Возможно, они сами где-то, Господь, недополучили любви в своей семье, Господь. от своих родителей, Господь. Боже, благослови их, Отец, помоги им, Господь, помоги, Дух Святой, помоги нам, Отец, помоги нам, Господь, чтобы наши дети не служили вместе с нами, чтобы они были предшественниками, Господь, Твоими предвозвестниками, Господь, чтобы они знали Тебя, Господь, чтобы в них была та же вера, Господь, что и в наших сердцах, Отец. Благослови, Отец, Мы не хотим отдавать наших детей, Господь. Мы не хотим отдавать наших детей, Господь. Мы хотим, чтобы они служили Тебе, чтобы они прославляли Тебя, Иисус. Я молю Тебя за тех парней и девчонок, кто сегодня просиживает целые дни за компьютером, Господь. За этими играми, Господь. Кто сегодня дерзит своим родителям, Господь. Дерзит в школе, у которых нет цели в жизни, Господь. Которые не знают, зачем они рождены, для чего. У которых депрессия в 15 лет, Господь. Коснись их, Дух Святой. Коснись, сойди на них, Господь. Пусть Твое пробуждение придет к ним. Твое пробуждение, Дух Божий, коснись, молодежь. Коснись, молодых людей, Отец. Дай нам мудрости, как верующим. Быть для них отцами и матерями, Господь. Быть для них отцами и матерями, Господь. Божий, пусть они не переживают никогда отвержение, когда они переступают порог этого дома, Господь. Когда они входят в наше присутствие, Отец. Помоги, учи нас, Дух Святой. Не дай нам просто их отпихивать и говорить. Вы все неправильно делаете. Вы только косячите. Вы ничего, ни на что не годны. Боже, мы каемся в том, чтобы мы так делали, Господь. Чтобы мы отталкивали их, Господь. Дай нам эти сердца отцов и матерей, Господь. Исправить ситуацию, Господь. Ты можешь. Ты силен, Дух Святой. Ты силен, Дух Святой. Ты силен, Дух Святой. Слава Тебе. Слава Тебе, Иисус. Аминь.